Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Экспресс пошел. С железнодорожного вокзала Самара отправился в первый регулярный рейс двухэтажный поезд Самара-Москва. Выслушал приговор спокойно. Убийца Анны Бондаревой узнал свой срок. Родители девушки недовольны. Из подвалов на Божий свет. Секретные документы иностранных посольств на новой выставке Самарского музея Модерна. В поселке Рощинске из мотострелков будут делать универсальных солдат. В Центральном военном округе, куда входит и 15-я отдельная миротворческая бригада, протестируют новую, пока экспериментальную программу боевой подготовки. Приживется она или нет, зависит от самих бойцов и отцов командиров. Павел Баймаков на месте выяснял детали. Полигон в поселке Рощинске. Мотострелки идут в наступление. Главная задача – скоординировать действия как всей роты в целом, так и отделений. От этого, уверены командиры, зависит исход всей операции. Когда отделение находится, например, в отрыве от роты, и оно действует как самостоятельное звено, там уже командир отделения принимает сам решение. Уже как бы ему некому будет подсказать. В военное время можно попасть в любую ситуацию, и надо уметь применить все эти навыки уже реально в бою. Наступление, оборона, одиночная подготовка, марш и выполнение специальных задач. Новая экспериментальная программа боевой подготовки разделена на шесть модулей. Каждый из них в течение года бойцы будут отрабатывать отдельно. Это, уверены в Министерстве обороны, поможет повысить их навыки ведения боя в любых условиях. В надежной защите – здоровое тело. Стать универсальными солдатами бойцам поможет и новая экипировка «Ратник», недавно поступившая на вооружение. Это шлем, защитные очки, жилет для переноски боеприпасов, наколенники, налокотники и бронежилет повышенного уровня защиты. Способны защитить все тело от штыков, пуль, осколков гранат и снарядов. Несмотря на суровый перечень, бойцам «Кольчуга» нашего времени кажется комфортной. Дипло – материал достаточно прочный. Намного легче, чем старые бронежилеты. Осваивать новую экспериментальную программу боевой подготовки миротворцам ЦВО предстоит в течение года. На заключительном этапе каждого модуля они будут сдавать своего рода экзамен. А эффективность внедренной программы оценят на международных учениях миротворческого контингента государств ОДКБ «Нерушимое братство-2016». Павел Баймаков, Максим Гусев. События. В Москву теперь можно добраться на двухэтажном поезде. В свой первый рейс он отправился с железнодорожного вокзала «Самары». А пока поезд стоял на платформе, все желающие могли на него взглянуть. «Самарцы» оценили уютные купе с ковриками и розетками, каждый из которых закрывается магнитной картой. Удобные биотуалеты и, конечно, наличие Wi-Fi. В первый рейс двухэтажный поезд проводила Валерия Макарова. Для семьи Колесовых 3 декабря – дата долгожданная. Покататься на двухэтажном поезде особенно хотела дочка Лена. И родители решили сделать ей подарок. Просто узнали, что будет такой рейс. И спонтанно взяли билеты. Специально, да, ездим посмотреть Москву на этом поезде. Места, конечно, выбрали на втором этаже и остались довольны. Полки мягкие, над каждой светодиодной лампой есть кнопка вызова проводника. На второй этаж ведет небольшая лестница с поручнями, довольно крепкими, с двух сторон, всего 8 ступенек. Наверняка многим интересен вопрос, какая высота у потолков. Для примера, мой рост 165 сантиметров. Если вытягиваю руку, потолка я не касаюсь. В составе такого поезда 8 купейных вагонов. Есть места для инвалидов. Двухэтажные поезда – это замена устаревшему плацкарту. Разница в условиях большая, но существенно на стоимости билета это не отразилось. Цена билета минимум на 30% дешевле, чем в купейном вагоне одноэтажного исполнения. И она почти приближается к плацкартному вагону. То есть пассажир в качестве получает ненамного переплатив. Запуск таких поездов стал возможен благодаря поддержке государства. Из бюджета перевозчику частично компенсируют расходы, поэтому цена билетов остается доступной. Вот такой пример сотрудничества правительства, компаний, банков позволяет реализовывать вот такого рода проекты. Мы в этом году реализовали с помощью нашей программы порядка 8 проектов в транспортном комплексе на общий объем около 85 миллиардов рублей. Направление Самара-Москва стало пятым маршрутом для двухэтажных поездов. Первый запустили еще в 2013 году. Если обычный поезд перевозит 400 человек, то двухэтажный в два раза больше. Мы существенно увеличиваем транспортные емкости для предоставления услуг железнодорожного транспорта. И на этой основе, в последующей этапе, мы будем работать по сокращению времени в пути между Самарой и Москвой. Двухэтажный поезд Самара-Москва будет ходить ежедневно. Время в пути 15 с небольшим часов. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Космический купол над стадионом Самара-Арена. Подрядчики приступили к возведению металлоконструкций, которые и создадут неповторимый облик Самарского стадиона, дизайн которого один из самых оригинальных в России. Что происходит на стройплощадке, увидела Марина Кравцова. Уже видны очертания будущего стадиона. Монолитный бетонный каркас возведен более чем наполовину из 250 тысяч кубометров бетона. Отлиты уже 130 тысяч кубов. Вскоре ввысь начнет расти и космический купол. Стартовал второй этап провод. Строители приступили к возведению купола стадиона. На этой площадке установлены стапели временной конструкции, где будут собирать крупные блоки будущего навеса. Гигантская металлическая конструкция будет весить 13 тысяч тонн. Первую партию металла уже поставили в Самару. Нитки больших труб – это составляющие консоли так называемой. Эта конструкция будет 80 метров, которую перекрывает будет стадион. В плане навесов над трибунами. Вот таким образом. Поле стадиона всегда будет открыто. Это требование ФИФА. Возвести купол строители планируют за год. Параллельно продолжат работать и на трибунах. Сейчас по готовности лидирует сектор А. Здесь на третьем ярусе расположится вип-ложи. Здесь пока уже есть перекрытие, вы видите, над нами и вверху, и внизу. Начали работы по внутренним помещениям. Все работы идут точно по графику. Даже в холодное время года простоя нет. Радует глаз обзор, который открывается с трибун. Все поле, как на ладони. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Чемпионы дворового футбольного турнира «Кожаный мяч» встретились с мастерами английской игры и с командой российской премьер-лиги «Крылья Советов». Встреча звезд футбола, настоящих и будущих, прошла в рамках подготовки Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года. Тему продолжит Сергей Кизоркин в рубрике «Самара в игре». Увидеть, как тренирует профессионалов «Крыльев Советов» бельгийский специалист Франк Веркаутерен – мечта каждого самарского мальчишки. Чапаевским ребятам повезло. Чемпионы дворового футбольного турнира «Кожаный мяч» команда «Луч» не только увидели тренировку своих кумиров, но и получили от них сувениры и автографы. Это для нас неожиданность, но когда нам сообщили, что мы поедем на базу «Крыльев Советов», то для ребят это был просто восторг. В истории советского да и российского футбола случалось, что спортсмены турнира «Кожаный мяч» попадали в профессионалы. А чтобы работа дворовых тренеров была еще более продуктивной, областной Минспорт наградил их почетными грамотами. Это первая экскурсия именно для юных футболистов, которые посмотрели открытую тренировку. Я думаю, что у вас стимул есть, поэтому еще раз всех вас поздравляю и хочу пожелать, чтобы вы уже выступали на более таком высоком уровне. Нападающий Александр Архипов футбольное искусство постигает уже пятый год и, конечно, мечтает попасть в «Самарские крылья». А еще надеется, что сборная России достойно выступит на Мундиале. «Ну, шансы хорошие, потому что сейчас Слуцкий стал тренером, и он наладил игру в команде». Наставник «Крыльев» Франк Веркаутерин дал юношам несколько ценных советов. И главное из них – любить и наслаждаться футболом. А успех придет обязательно. Выигрывать важно, и нужно делать все для этого. Но для вас победа – это еще становиться лучше на поле и в жизни. И я надеюсь увидеть вас в профессионалах. До старта Мундиаля остается все меньше времени оказаться в основном составе. 15-летним футболистам уже не удастся. Однако впереди еще множество розыгрышей Кубка мира. А значит, шанс у Чайпаевских юношей есть. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Сохранить программу материнского капитала еще на два года. Об этом президент Владимир Путин говорил во время послания Федеральному собранию. В зале Кремля присутствовал и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Глава региона поддержал идею сохранения материнского капитала. Демографический вопрос по-прежнему остается приоритетным в стране. В Самарской области эффект от реализации федеральной программы уже есть. Больше половины всех рожденных детей – вторые в семье. Мы пока еще проблемы, скажем, демографии в полной мере, в полном объеме не решили. В семьях более чем два ребенка. Это позволяет вести, скажем, расширенное, нормальное расширенное воспроизводство населения. И мы, страна к этому идет. И близок уже к этому, то, что он сегодня сказал. Но, тем не менее, еще как минимум на два года продолжены будут эти меры для того, чтобы укрепить эту позицию. Также губернатор прокомментировал тезис главы государства о продолжении курса по импортозамещению. Президент предложил новые налоговые условия для инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в такие проекты. Предлагается предоставить право регионам снижать до нуля ставку налога на прибыль, чтобы инвесторы могли покрыть свои затраты на создание новых производств. Мы будем стараться, чтобы максимально эффективно это использовать. Можем организовать это активно. Более того, на эти заработанные деньги, скажем, муниципалитетов наших, мы можем еще и стимулировать дополнительные. Не только не забирать их, а даже стимулировать дополнительные, лишь бы они активно занимались созданием реальных рабочих мест. Никакого больше мяса из Бразилии и картофеля из Египта. 63-й регион в силах прокормить и себя, и соседей. В Самаре стартовала фермерская выставка-ярмарка. По доступным ценам можно приобрести мясо, птицу, фрукты, овощи и деликатесы. Марианна Мирной отправилась разузнать, что предлагают сельхозпроизводители. Безотходное производство. Разработка самарских ученых. Молоко можно будет купить, не заходя в магазин. Молокоматы должны появиться вскоре в Самарской области. Такие аппараты будут делать в Тольятти. Проект поддержало федеральное правительство. Ведь гораздо полезнее утолить жажду свежим деревенским молоком, чем газировкой. В такой агрегат помещается 200 литров. Остатки тоже идут в дело. Картридж сменный меняется в этом молокомате. Мы отвозим на перерабатывающие предприятия. Вот сейчас буквально в Челновершинах запустили сырное производство. На ярмарке самарского фермера от изобилия глаза разбегаются мясо, молоко, рыба, овощи, мед. Каждый фермер, конечно, хвалит свою продукцию. Мясо очень вкусное. Плюс все диетологи говорят, что это низкокалорийное мясо. Рекомендовано диетологами, рекомендовано детям, потому что оно гипоаллергеновое. Всегда изба красна пирогами, так же, как и у нас. Правильный хлеб. У него сроки реализации, часы вообще у правильного хлеба. Они сутки и не недели. Надо купить столько хлеба, чтобы скушать его. В выставочном комплексе «Экспо Волга» собрались фермеры со всей Самарской области. Для них это хорошая возможность познакомить людей со своими товарами. Самарцы же могут приобрести свежие и экологически чистые продукты. Сегодня и в торговых сетях, и на любом рынке можно увидеть нашу местную продукцию. Она стала пользоваться спросом. Но она намного качественнее, она намного полезнее для человека, чем те пластилиновые яблоки, которые мы много лет завозили в губернию. Кроме продаж, на выставке также пройдут круглые столы и семинары для фермеров. Гастрономический праздник продлится с 4 по 6 декабря. Марьяна Мирна, Станислав Левин. События. А сейчас коротко о других событиях этого дня. Самарский цирк преобразится. На это планируется потратить 32 миллиона рублей. Площадь цирка увеличат на треть. Появится общежитие и столовая для работников цирка, а также тренажерный зал. Разработчики проекта должны будут улучшить условия содержания животных. К реконструкции планируют приступить в следующем году. Самарские туристы сегодня добрались таки до вьетнамского курорта. В четверг рано утром они вылетели из аэропорта Курумыч на курорт Нянчанг. Но из-за погодных условий аэропорт не принимал, и их отправили в Хашимин. Сначала туристов продержали более трех часов в самолете. Потом перевезли в транзитную зону аэропорта, где путешественники провели более семи часов без еды и воды. Детский праздник в православном календаре. Сегодня церковь отмечает торжество введения во храм Пресвятой Богородицы. Один из 12 главных христианских праздников. Согласно преданию, Деве Марии было всего лишь три года, когда родители привели ее в Иерусалимский храм. Несмотря на юный возраст, она легко преодолела 15 высоких ступеней, после чего первосвященник ввел ее во Святое Святых. Сегодня суд Красноярского района вынес приговор убийцы Анны Бондаревой Владиславу Роговику. Ближайшие 10 лет он проведет в колонии строгого режима. Свою вину он полностью признал. Суд учел все обстоятельства. Как отреагировали на приговор родители погибшей девушки в репортаже Олега Зверева из зала суда. 10 лет в колонии строгого режима. Такое наказание сегодня вынесут Красноярского района убийцы Анны Бондаревой. 20-летний Владислав Роговик проведет за решеткой фактически половину уже прожитой жизни. Приговор он выслушал спокойно. Гособвинение просило 12, но в ходе рассмотрения дела были учтены все обстоятельства. И смягчающие, явка с повинной и сердечно-сосудистой заболевания подсудимого. И отягчающие вину, то что убийство совершено в состоянии алкогольного опьянения. Родители Анны Бондаревой считают наказание мягким. С адвокатом общались. Он говорит, если 10, то будем обжаловать. А наш адвокат сказал, что он даже не извинился, не просил прощения. Адвокат его быстренько на бумажке начеркал, передал ему в клетку. Он встал и сказал, что извините меня. Ну, такой ученик вот на ногу наступил. 21 июля 2015 года студентка Анна Бондарева уехала с друзьями на дачу к Владиславу Роговику и пропала. Позже нашли ее тело в овраге. Как рассказал следствию сам Роговик, сначала он душил ее руками. Потом, как показало расследование, желая убить наверняка, стал душить палкой. До тех пор, пока изо рта и носа жертва не пошла кровь. Поначалу подсудимый пытался скрыть свое участие в преступлении. Затем вину все-таки признал. На суде же заявил, что не считает себя убийцей. Роговик написал явку с повинной, будучи доставленным уже в отделение полиции, после того, как был обнаружен труп бондаревый, после того, как была уже изъята видеозапись с видеорегистратора, который располагался там в районе места происшествия. Суд не только признал Роговика виновным, но и удовлетворил гражданский иск родителей погибшей девушки, присудив подсудимому выплатить 137 тысяч рублей материального ущерба и 500 тысяч морального. Хотя поначалу они требовали 10 миллионов. По словам отца Анны Бондаревой, деньги от Роговика им не нужны. Средства они намерены перечислить в детские дома. А столь большую сумму они заявили, чтобы Роговик не смог выйти по условно-досрочному освобождению, пока за все не заплатят. Олег Зверев, Григорий Плешаков, События. В Самаре планируется установить памятный знак воинам Чехословацкого корпуса. После революции 1917 года они оказались на Волжских берегах не по своей воле. А в итоге исторического водоворота погибли и похоронены в Самаре. Место, где будет установлен знак, пока обсуждается. Мнение выслушал Олег Зверев. Дань памяти павших солдат, хотя и не наших, в Самаре планируется установить памятный знак воинам Чехословацкого корпуса. Место сейчас обсуждается. В годы Первой мировой войны они сдавались в плен, чтобы не воевать на стороне Австро-Венгерской империи. А после революции 1917 года судьба забросила их в Самару. О том непростом периоде споры идут до сих пор. Но факт остается фактом. Погибшие чешские солдаты лежат в Самарской земле, а их могилы никак не обозначены. Доцент Самарского университета Владимир Кутявин, который профессионально занимается исследованием истории славян, считает, что в этой истории вопросов больше, чем ответов. Но памятный знак в Самаре должен быть. Любой солдат, а речь идет именно о солдатах, а не о командовании корпуса, что погибший уже своей смертью искупил все свои грехи, заблуждения и так далее. И поэтому должен быть, безусловно, похоронен. Кроме того, у этих людей есть потомки, которые тоже хотят знать, где похоронены их далекие родственники. В европейских странах памятники советскому солдату установлены во многих городах, и там местные жители относятся к ним с почтением, как к воину-освободителю. Как простые чешские пивовары и крестьяне оказались на Волжских берегах, сейчас уже не важно. Они не были врагами России и оказались втянуты в непростой исторический водоворот. Известно захоронение людей, известно, что их тела лежат там. Поэтому по всем цивилизационным нормам, в принципе любой цивилизации, в том числе и нашей, по любой конфессии, это место должно быть специально отмечено. Памятный знак может быть установлен на улице Красноармейской. Так получилось, что рядом с мемориалом погибшим красноармейцам. Жители Самары считают, что в этом нет ничего особенного. Просто настало время большого примирения. Надо же когда-то закончить начавшуюся сто лет назад войну. Надо отдать должное. У нас по всей Европе, и нашим русским же тоже солдатам, и в Польше, и в Чехословакии памятники. Все же относятся, это нормально. И здесь тоже я считаю, что это нормально. Я не думаю, что они прямо рядовые, эти участники этого корпуса чешского, они были прямо интервентами. Они попали вот в плен, да, тоже их там забрали, тут завербовали, кто его знает. Мы все знаем, как это делается, да. В общем, вот так судьба сложилась, и они вот вынуждены были погибнуть. Бабушка рассказывала, что когда в 18-м году она болела, чешский офицер принес там муку, сахар, то есть по мокам. Памятный знак какой-то, ну я в принципе не против. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Дипломаты и дипломатия. Новая выставка Самарского музея Модерна. Секретные миссии не случайно спрятали в подвале. Что было скрыто в военные годы, когда иностранные посольства эвакуировали в Куйбышев, теперь можно увидеть, услышать и даже потрогать. Марина Кравцова не удержалась, чтобы не раскрыть пару тайн. Мясо полтонны, масло сливочное и масло русское, икра зернистая, конфеты в шоколаде и еще более двух десятков наименований. Список продуктов к новому к 1942 году. Поставляли их в дипломатический гастроном, который располагался на Куйбышево-99. В годы войны в запасную столицу эвакуировали иностранные дипмиссии, где жили и работали послы, о чем говорили и писали. Эксклюзивные факты из-за закрытых дверей представили в музее Модерна. Закрытые когда-то двери открываются. Выставка интерактивная, экспонаты можно и нужно трогать руками. Здесь редкие факты о том, что думали послы иностранных государств о нашей стране. Если бы не этот режим и не все то, что было сделано этой страной за последние 20 лет, Гитлер сумел бы завоевать Европу, и наши шансы на победу равнялись бы нулю. 6 января 1942 года писал Стаффорд Крипс, посол Великобритании в Советском Союзе. Шесть дверей, шесть посольств. Япония, Польша, Чехословакия, Великобритания, Швеция, США. Здесь документы и фотографии, и даже телефонные переговоры послов с верховным главнокомандующим Советского Союза. Некоторые записи реальны. Есть и новодел, переведенный из бумаги в звук. Есть записи переговоров, есть записи докладов. Там вот есть фрагмент из фильма, где фигурирует образ британского посла. Мы привлекали актеров, граждан других стран. Есть разговор с поляком, гражданин Польши, который живет в Самаре, нам озвучил, чтобы все совпадало и акцент. Музыкальным сопровождением стала седьмая симфония Шостаковича. Просто смотреть на этой выставке не получится, чтобы погрузиться в мир тайн дипломатии. В военных времен придется разгадывать загадки, подбирать ключи. Подсказки обозначены символами. Самая, мне кажется, интересная такая вещь на этой выставке – это именно двери, это именно комнаты, которые можно открыть, можно узнать какие-то новые факты, которые находятся. Нужно пройти такой маленький квест. Я удивилась, что здесь было посольство Швеции на самом деле. С 1941 по 1943 годы особняк Курлиных тоже был домом дипломатов. В здании в стиле модерн работали послы королевства Швеции. Неподалеку на Чапаевской обосновались японцы, а на Некрасовской заседали американцы. В стилизованном формате все дипмиссии собрали в одной комнате. Выставка передвижная, и из Самары она может отправиться в другие города. Марина Кравцова, Григорий Пельшаков, События. А теперь к новостям спорта. Слово Сергея Кизоркина. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Золотую шайбу в Самарской области разыграют 78 команд. Военные летчики дважды проиграли Мордовии в высшей хоккейной лиге. Тольяттинская лыжница, восьмая на первом этапе Кубка России. На первом этапе Кубка страны по лыжным гонкам восьмую строчку турнирной таблицы из 140 заняла 17-летняя Ольга Кучерук из Тольятти. Это лучший результат сборной Самарской губернии на пяти километрах. В спринте Ольга финишировала 13-й. В финал 30 сильнейших попала и Ирина Бережная. Спортсменка показала 22-е время. Мужчины спринт провалили. Игорь Усачев занял только 46-е место ради Газиев 67-е. Хоккейный клуб ЦСК ВВС в одном шаге от катастрофы. Еще несколько неудачных матчей летчики упадут на дно турнирной таблицы, пока их преследует серия поражений высшей хоккейной лиги. На этот раз они проиграли лидеру национального чемпионата Саранской Мордовии дважды с футбольным счетом, причем не забив ни одной шайбы. Результат в первом матче 0-1, во втором 0-2. Следующие встречи намечены 4 и 5 декабря в Самаре против аутсайдера высшей хоккейной лиги юниора Спутника из Нижнего Тагила. ЦСК ВВС занимает пока пятое место из девяти. Золотую шайбу Самарской области разыграют зимой 78 команд в трех возрастных группах от 9 до 14 лет. Планируется, что кроме мальчишек отдельный турнир пройдет и среди девчонок. Чемпионы губернии поедут на финал по Волжье. А чтобы соревнования проходили на высоком уровне, организаторы в межсезонье провели специальные сборы для судей и тренеров. Построили в регионе первый открытый ледовый каток. Он может работать в любое время года. В сентябре такая площадка появилась в Мариевке, Пестравский район. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok